МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжает информационные итоги дня в студии Екатерина Чехомирова. Здравствуйте. О самом главном и интересном коротко прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество бытовых пожаров увеличится в четверо, а погода способна преподнести сюрпризы. Сегодня журналистам рассказали, как вести себя в новогодние праздники и в новогодние каникулы. Огонь, вода и медные трубы спасательных машин. Как специальные службы готовятся к самым горячим дням в году. Своим ростом тебе не возьмут. Потому что в подводную лодку ты не войдешь. По росту там ограничения. А над водой, если что, ты будешь за бортиком, тебя будет видеть. Кого не взяли на флот? И о чем говорят хирург с анестезиологом? В медицинском классе и вопросы на уроках необычные. Любое блюдо имеет свою энергетическую ценность. Поэтому, когда будете заказывать ужин, помните, что на пармиджан из баклажанов в прямом смысле слова далеко не уедешь. То ли дело фетучини с мясом. Как оказалось, это знает даже автомобиль. Пицца и хот-дог вместо бензина и солярки. Зачем студентам машина, которая работает на пищевых отходах? Начнем с трагической новости. 19-летние близнецы погибли на пожаре в Ленево. Обгоревшие тела двух братьев нашли в квартире жилого дома. Мать погибших и еще один двухлетний ребенок отравились углекислым газом. Они госпитализированы, идет проверка, назначены экспертизы. По результатам примут решение о возбуждении уголовного дела. Перед новогодними каникулами спасатели дают неутешительные прогнозы. Количество бытовых пожаров может увеличиться в четверо. Не исключено, что погода преподнесет неприятные сюрпризы. Перед долгими праздничными выходными все службы жизнеобеспечения региона переходят на усиленный режим. Алексей Гамзов расскажет подробнее. Глава МЧС докладывает об улучшении показателей. Две тысячи спасенных жизней за год. Утонувших на треть меньше. Лесных пожаров меньше вдвое. А вот количество техногенных возгораний увеличилось. На носу каникулы, которые традиционно портят статистику, прогнозируют всплеск бытовых пожаров в среднем до 30 в сутки. Он понятен, он традиционен. Он обусловлен прежде всего длительными выходными. Где-то может быть потеря реалистичности некоторых категорий населения. Поэтому здесь самое основное – это профилактика. Потеря реалистичности в переводе с тактичного языка спасателей – банальное пьянство, которое и есть причина большинства неприятностей. Меньше пьют, меньше ЧП, зависимость прямая. А вот аварии на теплосетях, водопроводе, электросетях – не в нашей с вами власти. И еще до Нового года отключения будут. На сегодня у нас запланировано 10 отключений. Попадают под отключение 42 тома по отоплению. Эти отключения связаны с выявленными ранее дефектами. Чтобы с дефектом, будем говорить, не уходить в праздничные и выходные дни, запланировали их устранение. На сами каникулы планово отключать ничего не собираются. Сюрпризы в Новосибирске по графику караулят спецбригады. 7 отвечают за свет, 5 за тепло и 33 за воду. Особое внимание – крупные аварии в Кировском районе, где пострадали более полутора сотен домов. Система отопления домов введена в работу. Продолжается запуск отдельных стояков системы отопления жилых домов микрорайона. Жителям была оказана следующая помощь. Были выданы 30 обогревателей для обогрева квартир. Всем обратившимся подготовлены тепловые пушки для обогрева подъездов. При необходимости они и применялись. К счастью для обитателей Росточки, сегодня последний морозный день, заверяют представители гидрометцентра. Днем уже мы ждем 6-11 градусов мороза. То есть немножко будет полегче нам всем. 31 декабря мы ждем прохождения атмосферного фронта, который можно условно назвать холодным. Он будет проходить с запада и юго-запада и сопровождаться отдельными снегопадами, метелями, порывистыми ветрами. Температура будет в пределах 13-18 градусов ночью и 11-16 градусов днем. Погода в Новый год вполне комфортная, бывала и хуже. В 1930 году столбик термометра опускался до минус 43. С другой стороны, в 2002 было всего минус 1. Между лужами и лютым морозом в самый раз. Алексей Гамзов, Александр Ведерников, Новости ОТС. Лайнер авиакомпании Norwind Airlines вылетел сегодня из Толмачева в Москву с неисправным двигателем. Пилотам удалось благополучно приземлиться в Шереметьево. Никто из пассажиров не пострадал. Источник из сибирского авиаузла сообщил нашим корреспондентам, что произошел помпаж двигателя. Это явление, которое в конечном счете может привести к катастрофе. Ряд экспертов считает, что похожая ситуация стала причиной крушения самолета Ан-148 в Московской области в феврале. Напомню, тогда погибли больше 70 человек. Инвестиции в экономику Новосибирской области превысят 34 миллиарда рублей. Только в агропромышленном комплексе уже реализуют 40 крупных инвестпроектов. Вопросы дальнейшего сотрудничества сегодня в Москве обсудили губернатор Андрей Травников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Отмечу, этот банк – основной партнер агрария в нашей области. На его долю приходится 89% одобренных Минсельхозом льготных кредитов. И вернемся к теме предстоящих новогодних праздников. Многие новосибирские энергетики встретят их на рабочих местах. Больше 80 человек ежедневно будут дежурить на диспетчерских пунктах в составе оперативных бригад, а также в городских котельных. Мотопомпа, генератор, вентиляционная установка. Оперативная бригада 4-го района тепловых сетей готовится к плановому осмотру магистрали на улице Тюленина. Мы в режиме, так скажем, цветнота всегда и в любое время суток. Мы готовы выехать, выйти, раскопать, откачать, что-то устранить. И новогодние праздники не будут этим исключением. Тем самым в выходные праздничные дни бригада, которая будет непосредственно в рабочем месте находиться сменно, будет заниматься обходами, осмотрами тепловых сетей, выявлением парений, устранением каких-то неполадок. Как шутят сами энергетики, праздники за них отметят бухгалтерия и отдел кадров. На боевом теплосетевом дежурстве больше 80 человек. Еще 100 на случай ЧП сидят на домашнем телефоне. Центральная диспетчерская. На пульте информация об отключении в 41-м доме. Специалисты контролируют, чтобы все работы были завершены в ближайшие несколько часов. Здесь ежедневно отслеживаются не только отключения, но и температурные гидравлические режимы ТЭЦ. Будут дежурить диспетчеры и в районных диспетчерских пунктах, и здесь, на нашем центральном пункте, и машинистно-насосных станций. Работают они круглосуточно, без перерывов, без выходных и без праздников. Помимо этого, у нас будет на всякий случай, в случае каких-то дефектов, дежурит техника, это тракторы, экскаваторы, откачивающие машины. В целом же на энергетическом фронте на Новый год традиционно все спокойно. Праздничную суету испортили лишь 2004-2017 годы. Тогда, 1 января, были аварии в Первомайском и Ленинском районах. Однако, даже в этот сложный день есть силы и возможности оперативно устранить любые неполадки. Все для того, чтобы каникулы прошли без аварий. Александр Попов, Константин Менин, Новости ОТС. Режим повышенной готовности у специалистов электросетей, тренировки бригады, проверка техники и готовность к авральной ситуации. Ежедневно в пункт диспетчеров только Левобережного района электрических сетей поступает около 20 звонков о неполадках на линии электропередачи, а в предпраздничные и новогодние дни на десяток больше. По словам энергетиков, в празднике нагрузка на электросети увеличивается в разы. Город украшают гирляндами, чаще включают бытовую технику, а главное, безответственные граждане незаконно подключаются к электричеству и сеть не выдерживает. В большей половине случаев люди являются виновниками, в исключении аварийных. Нагрузка, которая неконтролируема, бывает иногда потребителями, включая теплицы. Еще одна большая проблема в празднике фейерверки и петарды. Люди не соблюдают технику безопасности и запускают салюты под линиями электропередач, повреждают провода. Энергетики предупреждают, такая безответственность грозит не только отключением электричества, но и риском для жизни. Однако из года в год специалисты вынуждены устранять ущерб, нанесенный несознательными гражданами. АОРС настоятельно рекомендует, обращая внимание на недопустимость запуска фейерверков под воздушными линиями, а также в пределах их охранной зоны, хотелось бы попросить, чтобы тот, кто стал очевидцем такого, не проходил мимо, не оставался равнодушным. Тем самым он не только позволит избежать аварийной ситуации, но и, возможно, предотвратить ущерб для чего-либо здоровья. В Центре управления сетями ежедневно специалисты отвечают на сотни звонков. Под контролем у них не только город, но и вся область. На диспетчерском щите обозначены все населенные пункты Новосибирской области. Специальными фишками помечают место, где произошла авария, чтобы при пересменке коллеги знали, где работает бригада. Энергетики круглосуточно готовы к выезду. Техника проверена и укомплектована. В новогоднюю ночь на посту будет четыре десятка бригад, столько же спецтехники и больше двухсот человек. Екатерина Широкова, Александр Егоров, Новости ОТС. Вопросы федерального уровня смогли задать жители Сузунского района. Прием провел депутат Госдумы Александр Карелин. На встрече побывала и наша съемочная группа. На приеме у депутата Государственной Думы сегодня жители Сузунского района обсуждают сложные вопросы, решить которые на местном уровне невозможно. Такой насущный вопрос, который уже наболел, потому что последние два года в соответствии с федеральным законодательством депутаты представительных органов сельских поселений обязаны подавать сведения о своих доходах супруга и своих несовершеннолетних детей. Просьба освободить народных избранников из села от этой обязанности. Депутатская деятельность для них общественная нагрузка, а справки стоят немало. Тем более с нового года их нужно подавать только через программный продукт, что сильнее усложнит работу. Следующий вопрос о жилье для ветеранов боевых действий, участников войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов. По федеральному закону они имеют право улучшить условия проживания. Если раньше мы стояли на очереди до 2005 года, в настоящее время деньги федеральные не выделяются. И мы хотим, чтобы депутат все-таки посодействовал и может быть все-таки жильем наши ребята будут обеспечены. Оставлять такой вопрос без решения не будут, уверен Александр Карелин, обязательно возьмут под контроль. На правду это пожелание в профильный комитет. Будут держать в курсе хорошо. А вот главу Мерецкого сельского совета волнуют проблемы телевидения. Уже в январе 2019 года вся страна перейдет на цифровое вещание. Однако смотреть его смогут не все. Многое, которое не территория, из-за рельефа не везде достается сигнал. Мое муниципальное образование, это 1047 человек будет не охвачено. Это более 500 домов, которые не смогут с 15 января смотреть 20 каналов бесплатных. В Сузунском районе депутат не первый раз говорит, территория уникальная, богатая историей и современностью. Люди, ответ очень короткий. Даже в этот прохладный минус 32 день, люди за эти полтора шага, которые я сделал здесь, даже в районном центре, улыбчивые, категорически вежливые. Александр Карелин заверил, он постарается изучить возможные варианты решения проблем и еще раз приедет в Сузун. Светлана Соколова, Илья Чалых, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Есть у нас еще одно производство перекиси водорода, электрохимическое, тоже единственное в стране. На базе этого пытаемся с Роскосмосом договориться. Люди все равно выбирают и более какие-то здоровые продукты, более правильное приготовление блюд. Очень много сейчас заявок идет именно на блюда, связанные с вегетарианской кухней. Это, наверное, самая значимая победа в уходящем году. Все-таки по чемпионату до плавуфа еще далеко. А благодаря этой победе мы заработали путевку в финал 4. Новогодняя акция в клинике «Варикоза нет». Скидка 20% на лазерное лечение обеих ног. Звоните 304-90-75. Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените. КМК. Удобно выбирать, удобно покупать. «Водолей» на Богданах Мельницкого 84 приглашает за покупками смесителей «Иван», чугунных, стальных, акриловых, с гидро- и аэромассажем, любых форм и размеров. Приходите в «Водолей» за сантехникой скорей. Звони 2-100-500. Внимание! Одно из главных событий Нового года. Только 2 и 4 февраля. Впервые Владимир Соловьев и Алан Пис расскажут вам техники продаж и переговоров. Не упусти свою возможность перенять опыт у лучших практиков мира и получить работающие методы переговоров и продаж. Успей купить билет сейчас. 207-81-13. 207-81-13. Организатор «Форвард Сибирь». Запрещено для детей. Это новости ОТС и мы продолжаем. Крупнейший в Новосибирской области химический завод «Аназит» празднует 60-летний юбилей. Предприятие обеспечивает рабочими местами больше тысячи куйбышевцев. Отмечу, что «Аназит» находится в перечне стратегических предприятий нашей страны. В небольшом музее собрана вся история предприятия. Ее хранительница Людмила Волкова приехала в Куйбышев ровно 60 лет назад. Строительство завода и запуск производства проходил на ее глазах. У нас первый цех – это цех по производству электрохимической перекиси водорода. И вот 28 декабря, под вечер, в электричеционной колонне 108, у нас там есть смотровые стекла, такие стеклянные, появились первые капли, чистые, как слеза, перекись водорода. Сегодня предприятие единственный в России производитель компонента твердого ракетного топлива для обороны ракетно-космической отрасли. «Есть у нас еще одно производство – перекиси водорода, электрохимическая, тоже единственная в стране. Но вот на базе этого пытаемся с Роскосмосом договориться о перспективах нашего развития именно по этому направлению. Ну и так, химические элементы, вещества в небольших количествах для нужд нашей промышленности. Собираемся выпускать в ближайшие год-два». О планах говорили на торжественном собрании. В Большой зал Дворца культуры съехались представители разных поколений. Те, кто стоял у истоков, строил цеха, дома для работников, социальные объекты. Кто пережил трудные 90-е и сумел сохранить завод. И те, благодаря кому «Аназит» и сегодня остается одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. «Жизнь меняется, слава богу, что она меняется в лучшую сторону для Кубышевского химического завода, для коллектива предприятия. Есть планы на будущее, есть к чему стремиться». Сегодня «Аназит» вошел в федеральную программу по реконструкции техническому перевооружению, что позволит выпускать востребованную для обороны промышленности продукцию. Ксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Почему не взяли на флот и как дважды чуть не выгнали из мединститута? Известный анестезиолог Александр Колосов рассказал о жизни и профессии ученика медицинского класса. Вопросов заведующему отделением анестезиологии и реанимации областной больницы школьники задавали много. Ответы записывала наш корреспондент Наталья Цобина. «Я хотел бы учиться в таком классе, если бы знал в школьное время, кем хочу быть», говорит анестезиолог-реаниматолог Александр Колосов. Сейчас он заведует отделением крупнейшей за Уралом многопрофильной клиники. В детстве его интересовали совсем не белые халаты. «Мне все время нравилась вот эта специальность морского офицера, красивая форма, белые перчатки, белый китель, кортик. Мне сказали, с твоим ростом тебя не возьмут туда, потому что в подводную лодку ты не войдешь, по росту там ограничения. А над водой, если что ты будешь за бортиком, тебя будет видно». Из мединститута чуть не вылетел дважды. То не сложился диалог с преподавателем по истории КПСС, то уснул как-то на лекции. После тяжелого ночного дежурства на скорой помощи. Рассказывает, всегда привлекала экстренная медицина. Субординатуру проходил по хирургии и там уже углубился в анестезиологию. Анестезиология – это искусство, а хирургия – это ремесло. Великий Майкл Дебекки – это американский хирург. Его когда однажды спросили корреспонденты, почему он такой великий и как он стал таким великим, он ответил очень просто «Я настолько велик, насколько мне это позволяют анестезиологи». Александр Колосов – заслуженный врач России. В областной больнице работает 41-й год. За время классного часа успел поднять немало тем, которые заинтересовали ребят. Взаимодействие отношений хирурга и анестезиолога, как они друг другу помогают. История о том, как не вылетать с университета. Учитывая то, что есть учителя, которые относятся к ученикам предрасположенно как-то, оценивают их достаточно плохо. И из-за этого у учеников есть проблемы с учебой. «Мы многого не знаем о человеческом организме», – говорит Александр Колосов. И рекомендует детям все взвесить до того, как пойдут в медицину. Готовы ли ежедневно видеть боль и пропускать ее через себя. Впрочем, эти 11-классники с работой в больнице знакомы, неоднократно проходили практику. По статистике медкласса, каждый третий выбирает другую специальность. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Северного оленя, который пять дней обитал в одной из транспортных компаний Левобережья, перевезли в Барнаул в Центр помощи диким животным. Там Миланью, так самку назвали наши земляки, обследовали врачи. Сделали рентген, диагностировали бронхопневмонию и сотрясение мозга. Пообещали, что вылечат. Состояние пациента стабильное. По словам местного ветеринара Артема Кучера, сейчас невозможно установить, где и при каких обстоятельствах питомец получил травмы. Скорее всего, отбился от стада и попал под машину. Напомню, со сломанными рогами и раной на голове парнокопытного нашел в Красноярском крае на обочине федеральной трассы дальнобойщик. Мужчина ехал из Ачинска в Новосибирск. В мегаполисе неравнодушные люди соорудили вольер из металлического забора и досок, привезли сено, березовые и еловые веники. И по совету специалистов регулярно ставили Миланью уколы. К весне животное подлечат и выпустят в природный парк в Республике Алтай. Новосибирские студенты разработали необычный проект. Второкурсники НГТУ придумали машину, которая развозит пиццу на биотопливе, которую из этой же пиццы и получают. Как переработать тесто с колбасой в энергию движения? И может ли окупиться такой бизнес-план, выяснял мой коллега Сергей Толмачев. Ну, поначалу, я думаю, мы будем сами работать, то есть на данном этапе. А потом уже мы наймем опытных пиццемейкеров, и они будут готовить. Студентам денег не хватает никогда, и каждому хочется открыть свой бизнес. Эти пятеро решили, еда человечеству нужна при любом кризисе. Но продавать стоит то, что наиболее рентабельно. Ну, мы посчитали издержки наши, и выходит того, что с каждого пицца мы получаем прибыль в 500%. Это если разделить стоимость продукта на цену теста, сыра и колбасы. Но нет денег на оплату помещения, рекламу официантов. Поэтому решили, будет передвижная пиццерия. А чтобы меньше тратить на топливо, его нужно делать самим, из остатков этой же еды. А на работу взять бактерии, они бесплатные. Мы загружаем их в специальный отсек для отходов. Дальше он попадает с помощью шнеков, подкручивается, как в мясорубке. Специальный биореактор, где с помощью анаэробного брожения, то есть без воздуха, там полностью герметичное. И, соответственно, с помощью бактерий анаэробных происходит брожение. Они кушают основные нутриенты, из которых состоят пища. Это белки, жироуглеводы. Соответственно, они выделяют газ. Практически чистый метан, 60% метан, 30%, 40% углекислый газ. То есть газ, на котором сейчас ездят большинство газелей и автобусов. Пищевые отходы планируют принимать у населения. Потому что из остатков пиццы много топлива не запасешь. При этом колбасные объедки предпочтительнее салатных листьев. Любое блюдо имеет свою энергетическую ценность. Поэтому, когда будете заказывать ужин, помните, что на пармиджан из баклажанов в прямом смысле слова далеко не уедешь. То ли дело фетучине с мясом. Как оказалось, это знает даже автомобиль. Чтобы начать зарабатывать, осталась самая малость – вложить. Нужно 900 тысяч рублей на фургон и оборудование. Ребята ждут инвестора. Сергей Толмачев, Сергей Жданов, Новости ОТС. И в продолжение темы продовольствия. По признанию рестораторов, все больше новосибирцев переходят на здоровую пищу. Значит ли это, что на новогоднем столе должны быть блюда исключительно из экопродуктов? И как совместить вкусное с полезным? Выясняла наш корреспондент Екатерина Широкова. Николай Ильин не один год преподает новосибирцам кулинарные курсы. По словам повара, все чаще привычные нам оливье заменяют на настоящее. С говяжьим языком и трюфельным соусом. Жирные блюда – овощами, а торты – фруктами. Однако люди все равно выбирают и более какие-то здоровые продукты, более правильное приготовление блюд. Очень много сейчас заявок идет именно на блюда, связанные с вегетарианской кухней. Кроме привычных салатов, популярны закуски из морепродуктов. На горячее новосибирцы предпочли говядину и птицу. Повара шутят. В этом году гусь-свинье точно не товарищ. По словам поваров, на новогодний стол новосибирцам в этом году подавать свинину не будут. Превалирует птица, утка, курица, цесарка. А также советуют готовить без привычного нам майонеза. Лучше заправить блюда соком цитрусовых или все же натуральным соусом. По словам психолога Ольги Аверченковой, новосибирцы все чаще обращаются за советом, как не набрать лишние килограммы за праздники. Эксперт уверяет, первое правило – не голодать в течение дня, есть легкую пищу, пить воду, ограничить потребление алкоголя. Алкоголь играет свою роль, настроение меняется, становится более критико-пониженной, мы уже себе можем что-то позволить, и человек начинает есть. Кушаем на ночь, кушаем много, и организм говорит, мы теперь так будем жить, и начинает просить. И мы не можем остановиться, очень сложно остановиться. Так вот, готовьте поменьше. Главный совет – не стоит набирать полную тарелку еды, а класть всего и понемногу. По словам психолога, привычка объедаться в праздники в нас заложена с детства. Ген голода передался по наследству. Для нас, для россиян праздник тогда, когда еды много, потому что вот это намного-много поколений, они страдали. Перед Новым годом советуют соблюдать диету хотя бы два дня. Есть белое нежирное мясо, кисломолочку и овощи, отказаться от сладкого. И как ни странно, надевать обтягивающую одежду, в которой будет тесно. По словам специалиста, такой прием на психологическом уровне ограничит количество съеденного. Екатерина Широкова, Александр Егоров, Новости ОТС. И коротко о спорте. Баскетболисты Новосибирска третий раз подряд вышли в финал четырех Кубка России. Наши земляки на стадии четвертьфинала взяли вверх над клубом «Урал». После первой встречи команд в Екатеринбурге у сибиряков было преимущество в восемь очков. Первая четверть матча в Новосибирске завершилась в пользу гостей. Однако потом хозяева площадки перехватили инициативу. Вопрос о победителе был снят в третьей четверти, которую новосибирцы выиграли с двукратным преимуществом. Стоит отметить, за вторую половину встречи новосибирцы реализовали 11 трехочковых бросков. Это, наверное, самая значимая победа в уходящем году. Все-таки по чемпионату до плавуфа еще далеко. А благодаря этой победе мы заработали путевку в финал четырех Кубка России. И все-таки для нас это достаточно серьезное событие. Попасть в четверку сильнейших команд именно русскими составами. В принципе, как говорится, мы к этому и стремимся, чтобы доказать, что у нас тоже есть сильные игроки. Игроки очень высокого уровня. Такой была информационная картина дня. 28 декабря в студии работала Екатерина Тихомирова. Служба информации канал ОТС благодарит всех зрителей программы новости и поздравляет с наступающим Новым годом. Итоги уходящего завтра в 20.00 подведет Алексей Гамзов. Не пропустите. А я с вами на этом прощаюсь. До встречи в новом году. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... ...исправиться от так называемого... ...на улице с каждым днем. Депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – ПАО. Коммерческий банк «Восточный». Банк для жизни и бизнеса. Год новый, а планы старые. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Кредит в банке «Восточный». До миллиона на ваши планы по ставке 11,5%. Чтобы успеть больше в новом году. 29 декабря по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2,7 м в секунду. Влажность 70%. Температура ночи – 20,22. Днем – 13,15. В пригороде до –25. В последующие двое суток местами небольшой снег. Температура воздуха в воскресенье – 13,15. В понедельник – 8,10. На этом о погоде все. С вами была Лидия Молодцова. Хорошего вам настроения. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»